Для редакции православного женского журнала «Славянка» проводить такие встречи с читателями в новинку, будучи созданными 11 лет назад, лишь только после 10-летнего юбилея, руководство издания решило расширить границы обратной связи. За два часа общения гости встречи узнали о журнале куда больше, чем за долгие годы подписки на него. Такое живое общение, оно всегда вызывает доброе чувство в сердце, и сразу становится ясно, для чего мы работаем, то есть для кого мы видим этих читателей, и слышим их вопросы, может быть, какие-то комментарии, и от этого живого общения мы вдохновляемся на дальнейшую работу и развитие журнала. Несмотря на скромную рекламу о встрече, мероприятие посетило немало постоянных читателей журнала. Как и следовало ожидать, это дамы, причем всех возрастов. Ведь «Славянка» охватывает вопросы, волнующие разных представительниц прекрасного пола. И несмотря на приставку православной и то, что в основном издания реализуются через храмы, в нем поднимаются темы, касающиеся и современных, работающих, активных женщин. Много статей о традициях и истории России. Люди, которые пришли, кто-то, может быть, для себя открыл впервые этот журнал. Были приобретены журналы. Популярность журнала немножечко за наш счет подросла. Ну и, соответственно, библиотека, которая подписывается на этот журнал, безусловно, тоже приобрела, может быть, новых читателей. Постоянная читательница журнала «Славянка» Галина Бухтоярова осталась в полном восторге от общения. Вживую увидеть людей, которые создают один из ее любимых журналов – подарок. Очень интересно посмотреть, кто же там все-таки работает. Такие замечательные люди. Хотелось бы их видеть. И мы их увидели, услышали. И дай бог им так же продолжать работать, радовать нас своими изданиями. В планах у редакции журнала «Славянка» наладить взаимодействие с молодежью. И здесь речь идет не только о молодых девушках, но и о юношах. Не с целью назидания, а с целью общения и поддержки друг друга. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.